Фильтр ТОРА с артикулом ТО6739. Это тоже интересная такая предыстория. Я опять его купил в Китае, я был на Хайнане в Санье, и в Санье, в общем, там, значит, ну, там, как вот, станции примерно, у нас какой-нибудь мухожузики примерно такие же, мелкие станции такие, совсем деревенские. Так вот, одна из станций была очень крупная, мне там, к сожалению, разрешили снимать китайца, они стали сразу возмущаться, но они какие-то там вообще были злобные. В общем, я там еле с ними подружился, купил у них этот фильтр. У них было там очень много фильтров ТОРА, видов, наверное, 50 примерно, что для Санье, для Хайнане это просто что-то невообразимое на самом деле, потому что там, ну, реально деревенские станции совсем. Так вот, фильтр обошелся мне рублей 100 примерно, плюс-минус, на Юане в пересчете. Этот фильтр, возможно, где-то и вам встречался, если вы работаете с китайской продукцией. Если вам где-то встречался этот фильтрующий элемент, обязательно отпишитесь в комментариях, мне самому это очень интересно, потому что в самом Китае, мономатериком, я вообще его ни разу не видел, я видел только вот в Хайнане. Вот, что касается составляющих, кстати, фильтры сделаны достаточно неплохо. Во-первых, видите, какой тут у нас интересная, да, интересная система снизу, которая укреплена нижней прокладкой, это очень хорошо, потому что она случайно точно не выпадет. Где-то я уже, кстати, это видел, не помню где, потом если вспомню, напишу в комментариях тоже. Что касается фильтрующего элемента, то он выполнен, в общем-то, очень неплохо визуально, никаких огрехов я вообще не вижу, все аккуратно сделано, ни лишнего клея там, ни вылазящего, на скручивание он не реагирует. Вполне достойно сделан фильтрующий элемент и бумага, возможно, даже чем-то пропитана, возможно, даже по технологии. Ровная укладка шторы, в общем-то, все хорошо с ним, с этим элементом, не знаю, мне кажется, он должен показать себе тоже неплохо. Вот, что касается противодренажного клапана, то он, ну, чуть более эластичный, чем тот, который мы рассматривали до этого в фильтрующем элементе, в китайском, что тоже неплохо. У него есть даже свой артикул, какой-то ТО 6707, с такими, кстати, не встречался еще, но посмотрим, конечно, как он себя поведет при заморозке. Нижняя прокладка, ну, тоже, кстати, эластичная, неплохая достаточно. Вы знаете, фильтр сделан достаточно неплохо, если у кого-то были, действительно, с ним сталкивались, как далее, вы напишите обязательно, мне просто интересно, в России бывает, не бывает. Обошелся мне, еще раз напомню, рублей 100 примерно. Поставлю, пожалуй, ну, за внешнее исполнение восьмерку, потому что, ну, нормально сделан фильтр. Вы знаете, даже, наверное, наверное, девятку. Хорошо сделан. 9 баллов. Еще один китаец Стора с острова Хайнань. Смотрим. А, ну, это тоже самое, абсолютно, та же самая резинка, что и на Софиме. Я даже чувствую тактильно, что это одно и то же, абсолютно. Просто одна и та же абсолютно резинка. И, кстати, прокладка та же самая. Да. В общем, ТОР и Софим это одна и та же система совершенно, поэтому та же самая пятерочка. Фильтр ТОРа. Ну, на самом деле, это темная лошадка. Непонятно, как он себя поведет. Хотя, бумага визуально выглядит вполне такой неплохой. Фильтр абсолютно остался. Штора в нормальном состоянии. Разрушилась. На скручивание вообще тоже абсолютно не реагирует никак. Очень жесткий остался фильтр. Бумага такая жесткая осталась достаточно. Ну, товарищи китайцы, вы, конечно, для себя делаете хорошо. Как оказалось, эти фильтры из Китая, оба и Софима, и ТОРа, у них прекрасно фильтрующие элементы, которые отлично справляются с водной процедурой. В отличие от многих элементов, которые мы с вами рассматривали, которые продаются у нас в России. Вот эти фильтры, запомните, ТОРа и Софима. Если встретятся вам, можете смело их использовать. По крайней мере, фильтрующий элемент у них очень качественный. Десяточка. Меньше нельзя поставить. 10 баллов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...